Всем привет! Вы на моем канале. Меня зовут Алексей. И вот свершилось. Наконец-то добрался до наших кинотеатров многострадальный «Кингсмен. Начало». Если память меня не изменяет, то фильм изначально должен был выйти еще в конце 2019 года. Но по причине пандемии многократно переносился. В США премьера состоялась уже 22 декабря и получил весьма смешанные отзывы как критиков, так и зрителей. С учетом слабого старта в кинотеатрах есть опасения, что фильм может не окупиться и стать очередным кассовым провалом, похоронив всю франшизу. Но тут уж время покажет. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, что «Кингсмен. Начало» является не продолжением, а приквелом к серии фильмов «Кингсмен. Секретная служба» 2014 года и «Золотое кольцо» 2017 года. Пара слов о серии фильмов «Кингсмен». Это британо-американская франшиза, основанная на приключениях агентов тайной секретной службы, снятой по серии комиксов. Просмотр первого фильма я долго откладывал, но когда все же посмотрел, он в хорошем смысле меня удивил. Эдакий шпионский фантастический боевик с большой долей комедии, сатиры, даже драмы, не скатывающейся в кинопародию или трэш, а демонстрирующей самобытность, уникальность и независимость от клише шпионских боевиков, таких как тот же 007. Фильм запросто мог бы стать очередным невнятным клоном Бондиана, и тогда мы бы не увидели продолжения. Но «Кингсмен» сам по себе являет новую ветвь о суперагентах, показывая хоть и не самый реалистичный, но весьма зрелищный экшен. Боевая сцена в церкви, так это что-то, мое почтение. Боевая сцена в церкви, так это что-то, мое почтение. Юмористическая составляющая иногда и перегибает палку, но в то же время иронизирует и над Бондианой, и над Борнианой, и над невыполнимой миссией. За поцелуй выпущу. Мечтал поцеловать принцессу. Если выпустите поцелуи, мы не ограничимся. Если спасешь мир, то можно и всадницу. Одна нога здесь, другая там. Потому это совсем другое кино. Знаете, на что похоже? На старое кино, которое мы оба так любим. Сейчас я расскажу вам свой план, а потом попытаюсь убить вас самым нелепым образом, а вы найдете столь же нелепый способ спастись. А что, мне нравится? На это совсем другое кино. Режиссером выступил Мэтью Вон. Актерский состав может похвастаться такими звездами, как Колин Фёрд, Сэмюэль Эл Джексон, Марк Стронг, Майкл Кейн, Марк Хэмилл и Террен Эджертон в главной роли. В общем, во всех отношениях фильм выдался успешным, что не замедлило разработки сиквела. У нас мозги, мастерство, а у вас скакалка? Это у вас ссор. Продолжение также может похвастаться внушительным актерским кастом. Героям первой части присоединились Джулиана Мур, Холли Берри, Педро Паскаль, Джефф Бриджес и Ченнинг Татум. Бюджет фильма также увеличился. Но вместе с тем, как по мне, сценарий стал гораздо более слабым. А наполнение стало отдавать гораздо большей трешовостью, нежели первая часть. Но, несмотря на все это, фильм ожидал в прокате кассовый успех. В результате чего франшиза получила дальнейшее развитие, и сейчас в кино мы можем лицезреть ее приквел в виде «Кингсман. Начало». Сюжет картины расскажет нам о становлении агентства «Кингсман». О ее действии перенесет зрителей к началу первой половины XX века, а точнее к началу Первой мировой войны. Где самые ужасные в истории тираны и криминальные гении во главе с загадочным темным владыкой и Григорием Распутиным собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. По режиссерам, как и первых двух частей, вновь выступил Мэтью Вон. А вот список знаменитостей заметный предел. Из наиболее известных имен можно отметить Рейфа Пайнца, думаю, лорда Волон-де-Морта все смогут вспомнить. А также Мэтью Гуда, Джемл Артентон и Стэнли Туччи. Остальные актеры малоизвестны широкой публике, поэтому не буду грузить вас их именами. Вообще, трейлер с Григорием Распутиным, приправленный сжигательной композицией группы Бонни М, меня прям порадовал. Субтитры создавал DimaTorzok Многие начнут возмущаться. Опять эта клюква про Россию, калинка-малинка, пьяные дикари в ушанках, в обнимку с медведемой, играющими на балалайках, распевающей песни про лапти и тому подобное. Но это все же стеб, ребята. Тем более, зачастую, это никакие не стереотипы, а самая настоящая реальность. Я сам работаю в сфере обслуживания населения, поэтому знаю, о чем говорил. Люди советской закалки, которые еще лет 25-30 назад хотели плевать на боженьку с высокой колокольни, сейчас ходят с ног до головы, обвешанные крестами, готовы сейчас же разбить албы в церкви и жрать блины с лопат. В то же самое время ходят к знахарям, гадалкам, ведуням и тому подобное, переводят миллионы рублей мошенников. И все это поощряется центральным телевидением. Другие же в неистомом чувстве ура патриотизма бьют себя в грудь и кричат, какая у нас великая страна, вспоминая достижения минувшей эпохи. Поэтому я всецело поощряю подобную сатеру в фильмах, главное, чтобы реализация не подвела. А с реализацией в данном случае все отлично. Я бы даже сказал великолепно. Образ Распутина хоть и не хомичен, но в то же время весьма величественный. Диалоги с ним это вообще отдельная история. Может сценаристы кое-где и перегнули с ним палку, а может и нет. Тут увидите сами. В общем, было смешно и очень увлекательно. Если вы считаете, что фильмы поиздевались лишь над Россией, то вы ошибаетесь. Досталось и Германии с ее кайзером, и Соединенным Штатам, а в частности ее президенту. Да и на самой Англии много сатиры. Мои плохие ожидания от фильма не нашли подтверждения. По всей видимости, авторы сделали уроки из ошибок предыдущих частей и избавились от той хорошовости. Перестали звать на камео дорогих эпатажных знаменитостей, потому что поняли, что третий фильм на этом уже не прокатит. А сосредоточились на актерской игре, и она не подвела. И если в старых фильмах актеры частенько переигрывали или наоборот не доигрывали, сыпали иной раз сомнительного качества остротами, то сейчас уровень игры просто взлетел. Более того, иногда казалось, что смотришь не комедийный боевик, а военную драму. Рэй Файнс блестяще влился в образ и показал все, на что он способен вне рамок 007, ограничивающие его актерский талант. Другие актеры от него не отстают. Что касается драмы, тут ее стало гораздо больше, и она лучше поставлена. Хотя и в первом фильме были очень щемящие душу и пронзительные эпизоды. Например, когда главного героя пытались заставить убить свою собаку. Принес подарок на память. Может его грохнуть? Хоть убью! Че, думаешь не убью? Кем нужно быть, чтобы щенка убивать? Может тобой, Гарри? Ты вот однажды взял и убил? Аж слеза на глаза накатывалась. Но тут таких эпизодов еще больше. В фильме, кстати, действительно ощущается масштаб в сравнении с более камерными предыдущими частями. Отлично чувствуется атмосфера начала 20 века. Поведение, речь и внешний вид действующих лиц полностью соответствует той эпохе. Есть, вероятно, гулять не исторические неточности, но напоминаем, что это не историческая хроника, а художественный фильм. Великолепные пейзажи, дворцы, сверкающие золотой лепниной, монументальные замки. Все это дорого и богато, дополняет и без того отличный визуал картины. Ну и пару слов о главном. У нас же все-таки блокбастер, скажете вы. Что там с экшеном? А с ним все отлично. Он стал выглядеть мощнее, жестче. Стал гораздо более реалистичным и жестоким. Но главное, за ним действительно интересно наблюдать. Для сравнения могу сказать, что он гораздо более увлекательный, чем в последнем Джеймсе Бонде. Да и выглядит подороже. Подводя итоги, хочу сказать, что это именно тот проект, перенос которого пошел ему на пользу. Фильм по-настоящему хорош. И именно с него надо брать пример. При создании различного рода продолжений в нашу эпоху сиквелов, приквелов, боквелов и перезапусков. Кингс начала понравился мне больше, чем его предшественники. И для меня он уже входит в топ лучших фильмов года. А каково ваше мнение по поводу фильма? Поделитесь им в комментариях. Не забывайте про лайк и подписку. А на сегодня вынужден с вами попрощаться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok